Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Ни для кого не секрет, что я сейчас веду большой цикл публикаций о пророчествах самых известных пророков, которые все почему-то об одном. В России скоро появится новый, по-настоящему великий лидер, который действительно поднимет ее с колен и выведет на новый путь развития все человечество. И Россия станет самой великой страной в мире. Но даже это не главное. Еще Россия станет, наконец, свободной и процветающей. А затем таким станет и все человечество. И произойдет это благодаря новой идеологии, которую даст новый лидер. И что интересно, в ходе этой работы мне в интернете, буквально отовсюду, начала выскакивать информация о так называемых пророчествах Жириновского. А я давно уже понял, что в этом мире случайностей нет. И поэтому решил проработать этот вопрос. И недавно начал такую работу. И уже первые ее результаты меня более чем впечатлили. В том числе и на полном серьезе, подняв тему, которую я вынес в заголовок. Что для меня, кстати, оказалось полнейшей неожиданностью. И эта тема даже немного отвлекла меня от темы пророчества. И думаю, хуже не будет, если мы еще немного поговорим и о Жириновском. Во всяком случае, мне уже ясно, что цикл публикации о Жириновском обещает быть интересным. И поэтому я его потихоньку начинаю. Главный кремлевский клоун. Вот, пожалуй, главный мэм. Данный средствами массовой информации Владимиру Жириновскому. И с какого боку ни смотри, мэм совершенно им заслужен. Жириновский сказал с экрана. Такое невероятное количество глупостей, которые действительно позволяют заткнуть за пояс с десяток профессиональных клоунов. Но есть одна и очень важная деталь. Все эти глупости почему-то полностью сходили ему с рук. Более того, они, пожалуй, только укрепляли его популярность в народе. Есть такое выражение. Раньше была мистика, а теперь статистика. Так вот, если взглянуть на Жириновского через ее призму, скрывается очень много интересного. Напоминаю, кстати, как он выглядит. Как известно, в политике Жириновский возник в 1988 году, в годы так называемой перестройки. Вначале, как соратник тоже, очень экстравагантного политика. Только политика женщины. Валерия Новодворская. Он был на учредительном съезде ее политического объединения, Демократический союз. И был избран в состав его Центрального координационного совета. Но вскоре вышел из этой партии. Да, пожалуй, правильно сделал. Двум настолько экстравагантным политикам-шоуменам было в одной партии неужинцы. Дальше он создал ЛДП-СС, которая после развала Советского Союза стала ЛДПР. И вот здесь начинается нечто фантасмагорическое. Сегодня многие приписывают, как я уже сказал, Жириновскому дар пророка. И я намерен, понятно, проработать и этот вопрос. Но нужно сказать, что не только ни один аналитик, но и ни один пророк не смог предсказать то, что произошло в 1991 году. На первых выборах президента Российской Федерации. Никому неизвестный Жириновский, выскочивший, как чёрт, из табакерки, вдруг занял на этих выборах третье место. Сразу после главного оппозиционного кандидата Бориса Ельцина и главного кандидата от власти Николая Рыжкова. В этом, конечно, тогда было что-то, шокировавшее всю страну. Но вот на то, что было дальше, и именно в статистическом плане, народ обращал внимание куда меньше. Изряд. Жириновский единственный российский политик, который участвовал в президентских выборах шесть раз. И в 1996 году занял пятое место. В 2000 году опять пятое место. В 2008 году повторил свой успех. И занял вновь третье место. В 2012 году он занял четвёртое место. А в 2018-м опять третье. Все эти долгие годы, оставаясь на гребне политической волны. И это на фоне того, что практически все политики того периода, все эти Шахраи, Шумейки, Хасбулатовы, Рудские, Илюмжиновы, Умалатовы, Хакамады и так далее, список можно продолжать долго, давно канули в лето. И о них уже все давно забыли. А молодёжь о них даже и не знала. Это касается не только его, но и его партии, ЛДПР. Причём ЛДПР это касается куда в большей мере. Сам он так и не смог стать политиком номер один нашей страны. Но вот её партия в 1993 году официально стала правящей партией в России. В этом году она получила самое большое количество мандатов в Госдуме. Победив как партию Ельцина, выбор России, так и КПРФ. О чём многие на фоне его экстравагантных выходок, а также того, что он клоун, тоже уже успешно забыли. Это то, о чём забыли. Есть ещё то, о чём многие не знали. А именно, у Жириновского два высших образования. Лингвистическое, институт восточных языков, Ренгалу. Он его закончил в молодости, в 1970 году. И юридическое. Юридический факультет, Ангелу. Он его тоже закончил в молодости, в 1977 году. И он знал четыре иностранных языка. Английский, французский, немецкий и турецкий. Причём турецкий, как я уже сказал, был его специализацией. И есть ещё одна деталь. В 1998 году он стал доктором философских наук. А полное собрание его сочинений составляет более 70 томов. Но это ещё не всё. И далеко не всё. Есть разные оценки. Каким было его состояние, финансовое состояние. Но никто не спорит, что за годы своей политической деятельности он стал долларом-мультимиллионером. Не исключаю, кстати, что о его финансовом состоянии мы тоже однажды поговорим отдельно. Дело в том, что есть мнение, что именно его состояние стало причиной того вопроса, который я поставил в заголовке. Хотя лично я думаю, что всё здесь куда сложнее. Кстати, я кое-что могу сказать о том, как формировалось его состояние. Ни для кого не секрет, что в собственности Жириновского в определённый период находилось больше сотни квартир в разных городах России и больше двухсот машин. Это, кстати, тоже вопрос статистики. Меня, кстати, как-то заинтересовал этот вопрос. И я официально задал нашему руководителю в Сегежском отделении ЛДПР. Кстати, на тот момент крупнейшего Карелии. Напоминаю, был период, когда я серьёзно занимался практической политикой. Я спросил, как такое возможно. И он мне ответил, что всё дело в том, что физическому лицу нужно платить меньше налог с имущества, чем организации. Поэтому все эти квартиры и машины де-факто в собственности партии. Но просто оформлены лично на Жириновского. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы и для их отделения купить квартиру в Сегеже. И опять оформить её на Жириновского. О том, какие такой расклад открывает возможности для манёвра с этим имуществом, он скромно умолчал. Но, как я уже сказал, об этом возможно потом. Пока же вернёмся к мере образованности Жириновского. Вот фрагмент с канала на Ютубе «Центральное телевидение». Ролик называется «Владимир Жириновский. Самый загадочный персонаж российской элиты». Иллюстрирующий уровень его интеллекта. О котором я уже сказал. Но фрагмент позволяет мне не быть голословным. Кредо странного политика, не такого, как все, Жириновский сохранял до конца дней. А может, умело маскировался за ним? Кем же он был на самом деле? Жириновский – это не Дед Мороз. С мешком подарков и сюрпризами, которые он там вытаскивает для того, чтобы порадовать зрителей. Это политический Остап Бендер. Жириновский – настоящий, харизматичный, свой в доску, который, если надо, и в драку полезет. Так считали и слесарь из Тамбовской глубинки, и водитель грузовика с Дальнего Востока. И шли голосовать за своего. Но как бы удивились простые работяги, узнав, что их кумир и лидер новой партии ЛДПР – блестяще образованный человек. К началу политической карьеры в багаже у Владимира Жириновского было два высших образования. Он окончил историко-филологический факультет Института восточных языков и юрфак МГУ. А уже потом, в 52 года, защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации». Получил степень доктора философских наук. А еще Жириновский вполне мог претендовать на звание полиглота. Он говорил на английском, французском и немецком языках. А турецкий и вовсе был его специализацией. И тем не менее, вся страна знала Жириновского как очень избалованного, очень капризного и очень эгоистичного взрослого ребенка. Именно на этот вопрос я и хочу попробовать найти ответ. Конечно, маска орликина – очень удобная вещь, позволяющая решать очень многие проблемы. И прежде всего она снижает зависть окружающих, а значит и агрессивность. Да и то, какой из дурачка спрос, как говорится. Да вот только дальше почему-то дурачками кругом остаются те, кто громче всех смеялся над дурачком. Кстати, о маске орликина и о том, какие она открывает возможности, я настроен подробно поговорить в следующей публикации. Но самое главное, здесь есть еще один по-настоящему шокирующий вопрос, с которого я начал. А Жириновский действительно таки умер. Представьте себе, он имеет полное право на существование. Что, повторюсь, лично для меня оказалось полной неожиданностью. Вот еще один фрагмент с канала «Центральное телевидение» с того же ролика. Это иллюстрирующий. И меня, представьте себе, почему-то этот фрагмент нисколько не удивляет. И здесь главный вопрос, пожалуй, даже, а не жив ли Жириновский по сей день. А другой, если все же жив, то кому и зачем понадобилась инсценировка с его смертью? Ну и самое главное, а что же тогда будет дальше? Но об этом, надеюсь, мы тоже подробно поговорим попозже. Вот этот фрагмент. Кончина Жириновского стала для всех неожиданностью. Политик собирался жить долго. У руля созданной партии намеревался стоять до 90 лет. И в свойственной ему манере заявлял об этом. Я уже сейчас готов написать заявление об уходе со всех постов. С 1 мая 2036 года. Прощались с Владимиром Жириновским в колонном зале. Невероятно, но даже после смерти лидер ЛДПР остался верен себе. Его похороны удивили многих. Обрасалась любопытная деталь. На всех фотографиях Жириновского отсутствовала черная траурная лента. Писателю и журналисту Андрею Тюняеву это показалось странным. У нас давнишние все-таки традиции уже такие в этом похоронном искусстве. Обряд отправления человека на тот свет, мешать в нем и изменять в нем что-либо уже давно уже никто не делает. И вот этих лент не было. Удивительно, но первый пиарщик Жириновского Сергей Жариков тоже допускает самое фантастическое и невозможное. Он мог пойти на неординарный шаг. Так что есть такая версия, что он жив в дороге, уехал в Дубаи и там посмотрит, если вы про него сделаете программу. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры сделал DimaTorzok